Мы по нашей доброй уже традиции, наверное, сложившейся, начинаем этот год. Он уже начался, конечно, но мы вступаем в него с постом, в смирении, в посте, ожидая, что Бог будет действовать в течение всего этого года. Не только, естественно, то, как мы понимаем, но и сверхъестественно. Это значит более того, чем мы можем понять. Но мы верим, что все его планы, все его намерения, они во благо для каждого из нас, чтобы дать нам будущее и надежду. Аминь. И это так. Поэтому мы смело смотрим в будущее и в смирении предоставляем себя Господу. Сегодняшнее слово, конечно же, я хочу предложить вам о посте, чтобы мы обновились в этом понимании. А зачем вообще нам это надо? А что же это такое вообще-то? Хорошо, что светят софиты. Я не вижу, если у кого-то есть грустные лица при этом слове «пост». Но я хочу прочитать вам все-таки первое местописание, которое записано в Евангелии от Матфея в 6 главе с 16 стиха. Это говорил Господь Иисус. «Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». Это не значит, что не надо умываться до этого, но это значит, что надо свеженько выглядеть, хорошо выглядеть. «Чтобы явиться постящимися не перед людьми, а перед Отцом Твоим, Который в тайне, и Отец Твой Небесный, видящий тайное, воздаст Тебе явно». Первое, что я хочу сказать вам в этом собрании, в этой проповеди, это то, что пост – это не выдумка человеческая. Пост – это проявление воли Божьей. Пост – это то, что ожидает от нас сам Бог. Только посмотрите, как об этом говорит Иисус. «Когда поститесь», то есть не написано, что «если вы вдруг решитесь поститься». Он говорит это так, как будто это вполне естественно, это естественная практика, которая будет сопровождать всех его учеников. Он говорит, «когда поститесь». Не вопрос о том, поститься или нет, поститься надо. «Когда поститесь» и дальше дает некоторые рекомендации. И самая главная рекомендация, которую я здесь вижу из уст Иисуса Христа, она в том, что поститься надо не перед людьми, не перед самим собой. Поститься надо перед Богом, перед Отцом Небесным. Наверное, не стоит больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что это воля Божья. Он ожидает от нас, что мы будем поститься, если Иисус сказал, что это нужно делать перед Ним. Интересно, что сам Иисус, как только крестился в воде, перед тем, как начать свое мощное служение людям, он вошел в пост. Интересно, что сам Дух Святой повел его в пост. Давайте прочитаем, как об этом написано в Евангелии от Матфея, в 3 главе 16 стиха. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И вот глаз с небес глаголящий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Обратите внимание, мы не только днем постимся, ночью мы тоже постимся. Потому что есть некоторая практика, я знаю, что днем мы постимся, но ночью-то можно. Но вот Иисус постился сорок дней и сорок ночей так же. И знаете, когда я перечитывал это местописание, я подумал, да, по-человечески вообще как-то нелогично здесь все это построено. Потому что было бы, наверное, для нас понятнее и логичнее, если было бы написано примерно так. И сей глаз с небес глаголющий, сей есть Сын Мой непослушный, с Которым я уже не знаю, что делать. И тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и так далее, и так далее. Наверное, в нашем человеческом разуме такая логика была бы более приемлема. За что, Господи, сорок дней, сорок ночей в пустыне, где зной, жара, ночью холодно. Господи, за что? Но здесь написано так, как написано. Перед тем, как Иисус пошел в пустыню, перед этим Он был крещен в воде, Он вышел из воды. Написано, небеса открылись, и в виде голубя Дух Святой прям сошел на Иисуса Христа. И голос с неба дал самую высочайшую оценку Сыну Божьему Иисусу Христу. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем мне так хорошо, в Нем мое благоволение». И сразу после этого Дух Божий, который сошел на Иисуса Христа, Он повел его в пустыню для искушения от дьявола. Интересная очень последовательность. Нам хотелось бы, конечно, видеть другую логику. «Если все хорошо, Господи, я тебе угодил, то должно быть, наверное, все вообще самым лучшим образом для души и для тела моего». Но знаете, что я обратил внимание? Что Бог, Он не боится позволить дьяволу проверить своего сына или свою дочь. Более того, я иногда смотрю, как Бог, даже Он как будто гордится своими детьми и позволяет дьяволу даже испытать, зная, что если человек вместе с Богом, если Дух Божий на человеке, дьявол ничего не сможет сделать, он потерпит просто катастрофу, фиаско, он будет разочарован, он будет опозорен, а имя Божье будет прославлено через каждого сына, через каждую дочь. Это другая тема немножко. Я об этом размышляю с прошлого года и никак не могу начать попроповедовать на эту тему. Я думаю, все еще впереди. Она очень увлекательная и очень интересная. Даст Бог, может быть, в следующий раз получится. Но сегодня мы говорим о посте. И Дух Божий повел Иисуса Христа перед тем, как Он начал свое мощное служение. Повел в пустыню. Повел для искушения от дьявола. Итак, первое, что я хочу сказать. Пост – это не выдумка человеческая. Пост – это то, чего ожидает от нас Бог. Возникает, скорее всего, логичный вопрос. Зачем? Господи, хочется понимать, зачем этот пост? Зачем отказываться от пищи, отказываться от каких-то удовольствий? Ради чего и для чего? Давайте посмотрим то, что написано в книге «Откровение» в третьей главе. И самое первое, наверное, чтобы я сказал для чего – это чтобы видеть правильно. Однажды Иисус, уже воскресший из мертвых, Он обращался по очереди к одной, к другой, каждой из семи церквей. И вот к одной церкви, к Лаодикийской церкви, Он обратился с очень особенными словами. И Он дает такую характеристику, Он говорит, «Ты говоришь, я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды». Это взгляд этой церкви на себя, взгляд этих служителей на себя. «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Эта церковь воспринимала себя определенным образом и была, по всей видимости, очень горда своим положением в обществе. Но при этом Иисус, глядя на эту церковь, дает ровно противоположную картину. Они думают, что они видят, все понимают. Оказывается, они слепы и в упор ничего не видят или не понимают. Они думают, что они обогатились. Оказывается, они нищие в глазах Божьих, и просто срамота видна на их жизни. Я думаю, что пост, возможно, это та глазная мазь, которой мы можем помазать наши глаза. Убирая с поля зрения какие-то удовольствия, вкусную пищу, или вообще еду убирая с глаз долой, я думаю, что пост – это та мазь, которой можно помазать глаза. Я размышлял, не раз, перечитывая это местописание, каждый раз задавал этот вопрос Господу. Интересно, что же это за мазь, Господи? Что же это за мазь, Господи? И тут, готовясь к проповеди, меня осенила мысль. Возможно, это именно она и есть. Когда ты постишься, ты начинаешь что-то видеть. Когда ты постишься, ты отказываешься от земных удовольствий, как будто у Бога появляется возможность показать тебе что-то другое. То, что выходит за рамки твоих земных удовольствий, твоих земных каких-то потребностей, как будто Он получает возможность перевести тебя в что-то большее, чем то, что ты можешь понять умом и увидеть своими физическими глазами. Есть одна простая истина, которую сказал Иисус Христос. Она записана в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Он сказал, «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Конечно, мы осознаем, что множество дел на этой земле делается вообще без Иисуса Христа. Правда? И можно было бы подумать, Иисус-то, наверное, ошибся, потому что мы много дел делаем, мы очень много дел делаем. Как же ты говоришь, что без тебя мы ничего не можем делать? Но, друзья мои, надо признать, что Иисус, скорее всего, говорил не о всех подряд делах. Он говорил о делах, которые есть в воле Божьей. Ведь обычные дела, человеческие, греховные дела, они все сгорят. Написано, что однажды сгорит вся земля и все дела на ней. Абсолютно все будет уничтожено. Но есть дела, которые пребудут с нами в вечности. Есть дела, которые, написано, идут вслед за нами. Человек идет в вечность, и дела его идут вслед. Вечные какие-то дела. Однажды Иисус также сказал, что можно весь мир приобрести, а душе своей повредить. Оказывается, можно делать многие дела, серьезные дела, но в результате не только что-то приобрести, а, напротив, даже повредить самому себе. Итак, есть дела Божьи, а есть дела не Божьи. И об этом Иисус говорит, что без Него мы не можем делать эти Божьи дела. Да что там говорить? Я думаю, что без Него мы вообще не можем понять, что нам надо делать. Я думаю, что многие из вас подтвердят, если я скажу, что иногда мы что-то делаем, 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 мы тратим так много времени, сил, мы тратим средства, а потом выясняется, что это не то, что пользы нам никакой не принесло, а, напротив, мы бы еще заплатили, чтобы вернуть все обратно и ничего не делать. Бывает такое? Да, это правда, потому что не все дела, которые нам кажутся правильными, они на самом деле правильные, и не все дела, от которых мы ожидаем получить какие-то хорошие дивиденды, они приносят нам их. Напротив, бывает, мы очень сильно разочаровываемся, Иисус говорит, без Меня вы не можете понять, без Меня вы не можете правильно видеть, вы не можете сделать вообще ничего, если вы не будете в единстве со Мной, как веточка в единстве с лозой. Так вы должны быть в единстве с Иисусом Христом. Нам нужен правильный взгляд на все вещи, на нашу жизнь, чтобы нам правильно видеть в этом Новом Году, и чтобы нам правильные решения принимать в этом Новом Году, чтобы в итоге этого Нового Года, когда Он будет приближаться к своему концу, мы бы собирались и радовались о том великом, что сделает Бог, и о том, что мы стали частью этих великих дел. Аминь? Аминь. Я также мечтаю об этом. Посмотрите, в конце поста, в который вошел Иисус Христос, дьявол предлагал вообще все сокровища этого мира. Он предлагал все царства и показал всю славу этих царств. Вот как об этом записано в Евангелии от Матфея в 4 главе, с 8 стиха. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили Иисусу». Только представьте себе, 40 дней, 40 ночей Иисус ничего не ел. Это кожа до кости. Это уже нет никаких сил. И вот приступает к Нему Искуситель. И в одно мгновение перед Иисусом панорама всех царств и слава этих царств. Это богатство, это родники, это прекрасные напитки, фрукты, овощи. И все тебе поклоняются. И власть, могущество. После этой пустыни, где ты 40 дней ничего не видел, не ел, мучился, страдал. И вот, представляете, такая перспектива. Я думаю, что если бы мы подумали так об этой перспективе по-человечески с разных сторон, то мы бы нашли немало причин, чтобы согласиться. Я догадываюсь, что кто-то бы воспользовался примерно такой логикой. Но я по-настоящему-то не поклонюсь. И в сердце-то Бог видит мое сердце. Я люблю Бога, и только Ему одному готов поклоняться. Я поклонюсь так, видимо. Главное же, чтобы в сердце то, что было. Поэтому я поклонюсь. Зато все царства сразу. И вот дьявол попал. Он думал, что я ему поклонюсь, а я ему не поклонился. Я просто прикинулся, что поклонился. Но на самом деле, теперь все мои царства, теперь я могу делать все, что угодно. И так далее, и тому подобное. Я не знаю, может быть, у кого-то еще какая-нибудь бы логика возникла. Почему бы нет? Разве может дьявол предложить такое большое богатство, если приходит устройство, если приходит финансы, ну это точно от Бога. Почему бы не поклониться? По всей видимости, он на самом деле Бог, если он может дать все это. Я иногда удивляюсь логике некоторых верующих, когда человек говорит, вот я перестал ходить в церковь, и все у меня стало налаживаться. В смысле? Работа появилась, деньги стали водиться, но я, в общем-то, наконец-то освободился от всего этого. Я делаю то, что я хочу. Я чувствую себя свободным человеком. Но при этом он пьет, при этом он всех осуждает, при этом он злой, как злой в общем. И сложно сказать, глядя на жизнь этого человека, что дьявол отошел от него, и ангелы приступили к нему. Скорее наоборот, там бесы просто окружают и рулят этим человеком, как хотят. И что толку от того, что у тебя хорошая работа появилась? И что толку, что у тебя есть деньги? И что от этого толку, что ты приобрел что-то видимое? А где душа твоя? А в чем она сейчас находится? А в каком пути она оказалась, душа твоя? Иисус говорит, можно весь мир приобрести, а душей своей повредить. Так, а если не ангелы ведут человека, если не Дух Святой направляет человека, то куда могут привести человека эти бесы? Не сложно догадаться, потому что у них нет ничего доброго для человека. Они пришли, чтобы украсть, убить и погубить. И ради этой цели они готовы, видимо, отдать все, что угодно. Однажды Иисус предложил все царства и славу этих царств Иисусу. И что, если бы Он все это принял и променял на это свою вечную жизнь и свое вечное царство? Какой смысл тогда во всем этом видимом, которое продлится 5, 10, 20, 100, 200 лет, а потом закончится, когда будет сгорать вся земля и все дела на ней? Вы знаете, мне бы так хотелось вам рассказать какую-нибудь историю, где бы я показал, как надо действовать. Можно было бы показать такую историю, но я решил привести вам другой пример из моей жизни, когда мы служили в городе Искитиме. Это было в 2013 году, и я как-то взял там пост на 18 дней. Только на воде я отделился от всего, слава Богу, была такая возможность, и я уехал в деревню, там в маленьком домике, там даже связи никакой не было. И вот я там проходил этот пост, один из главных вопросов в моей жизни был на то время, это куда пойти учиться дальше моей старшей дочери, и вообще как быть дальше, потому что непростой путь мы в то время проходили с ней. И итог этого поста. Я выходил такой ослабленный, такой кожа до кости, значит, пришел в репцентр, меня подумали сначала новый реабилитант пришел, вот, а я к своим пришел, в Искитиве в репцентр, порадоваться, откровения рассказать. Они потом рассказывали, ну, о, сам пришел. Новый какой-то реабилитант. Ну ладно, смешно было, да. Но я был такой счастливый. Почему? Потому что первое, что меня спросила, жена, что ты получил? Первое, что я сказал, я точно знаю, что Бог мне ответил. И дочери нашей старшей, Анютке, не надо никуда ехать, не надо никуда поступать. Сейчас время, которое Бог мне показал, чтобы она была рядом, чтобы она никуда не поступала. Неважно, где она сейчас дальше будет учиться, важно, чтобы она была рядом, и важно, поэтому она может учиться, допустим, в техникуме и получать профессию, которую может сейчас получать. Я поделился с женой, жену помню, это не вдохновило как-то сильно, потому что, знаете, нам хочется всегда, чтобы наши дети какую-то перспективу большую имели, да, лучшую, по сравнению с окружающими. Нам хочется, чтобы институт, университет и так далее. Вот, и мне так же хотелось. Поэтому мы пообщались, но подумали, ну, Бог, раз открывает, хорошо, пусть воля Божья будет. Проходит пару дней, и вдруг от нашей бабушки, от моей мамы поступает такое предложение. Она готова спонсировать все пять лет учебы в университете нашу дочь. Мы подумали, ого, каждый день я, ой, каждый месяц она готова проплачивать в течение всех пяти лет. И я помню, что в год там составляло чуть больше ста тысяч, вот, все это обучение в институте, куда Анютка хотела бы поступить. И мы подумали, я думаю, вы догадываетесь, о чем мы подумали. Сомнения тут же пришли. Вообще, я правильно Бога услышал? Нет? Такая перспектива, такие возможности. Потом мы, значит, давай разговаривать, где бы она могла жить. Оказывается, она могла бы жить в прекрасном доме прямо рядом с институтом. Пять минут до института, от того места, где она может жить и платить немного, и условия прекрасные. И даже под присмотром пастырей, там пастыряне так далеко жили. И у нас все сходится. Тут пастыря живут, у них можно остановиться. Здесь бабушка спонсирует. Вроде все сходится, все по-человечески сходится. И мы купились на это человеческое. И мы сказали, да. Я даже не стал, не хотел думать, как оно там было в посте, как я получил это откровение. Какая великая радость у меня от этого была. Мы просто приняли и сказали, да. Мы отдаем ее в институт, по всей видимости, все сходится. Это от Бога. Спустя буквально 2-3 года мы стали прозревать, и мы поняли, что мы совершили огромнейшую ошибку. И только спустя несколько лет мы поняли, каясь, раскаиваясь, прося у Бога прощения, что Бог был прав, а мы были неправы. Бог был прав, когда мы смотрели просто по-человечески. Бог знал наперед, что оно дальше будет. И если мы смотрим по-человечески, мы в упор не сможем понять волю Божью. Нам нужен взгляд с неба. Нам нужен взгляд от Господа нашего, который знает все, который единственный в книге Иеремия, написанной в 29 главе в 11 стихе. Он один только знает намерения, какие имеет для нас. Только эти намерения, они будут во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущее, надежду. Нам нужен взгляд Божий, поэтому мы идем в пост. Нам нужно смотреть на нашу жизнь, на этот предстоящий год, на все наши дела, на наши семьи, друг на друга, глазами Божьими. Поэтому мы идем в пост, чтобы Господь открыл наши глаза, чтобы нам помазать глазной мазью, вот этой, наши глаза, чтобы нам видеть, чтобы нам не обмануться. Для этого нам необходим пост, где мы отказываемся от своих физических удовольствий и ожидаем, что Бог откроет нам намного больше, то, чего мы не можем взять по-человечески. Аминь. Второе, то, что я думаю, приходит во время поста, мы становимся сильнее. Казалось бы, парадоксальное заявление, обычно в посту мы становимся слабее, вы скажете. Это правда, по-человечески мы становимся слабее, но внутри мы становимся сильнее. Мы становимся сильнее в том, чтобы поступить по Слову Божьему, чтобы поступить правильно, чтобы поступить, не идя на поводу какой-то человеческой красивой перспективы, поступить, исполняя волю Божью. Как говорил Иисус однажды, Отче, не моя пусть воля будет, но Твоя. Точно так же было с Ним после поста. Посмотрите, Евангелие от Луки, 4 глава, 13 стих. И окончив все искушение, дьявол отошел от Иисуса до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Иисус, измученный, изможденный по плоти, он вышел сильный в Духе, сумев отразить все атаки дьявола, отвергнув все искушения, которые дьявол ему предлагал. Он смотрел Божьими глазами и подтверждал свой великий статус. Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То же самое открылось апостолу Павлу. Посмотрите, как он об этом говорит во втором послании Коринфянам в 12 главе с 9 стиха. И потому апостол Павел говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую. Знаете, что такое благодушествую? Я посмотрел в оригинальном тексте, как это более понятно звучит. Благодушествовать это значит проявлять расположение или доброжелательность, быть довольным и удовлетворенным. То есть апостол говорит, что я проявляю расположение, я продолжаю проявлять доброжелательность, я остаюсь довольный и удовлетворенный. Где? В немощах. И это греческое слово, которое означает слабость. Это может быть в болезни, это может быть в какой-то трудности. Вы помните себя, когда вы болеете, когда вы, неважно себя, начинаете чувствовать, голова начинает болеть. Вам сильно хочется быть расположенным ко всем? Вам хочется, чтобы все были расположены к вам? А вы бы сказали, не хочу, не буду и так далее, потому что я болею. В немощах, в обидах, как вам это нравится? Апостол говорит, я продолжаю продолжать расположение и доброжелательность, когда меня обижают. в обидах, в обидах мы очень слабо себя чувствуем, в нуждах, зарплату тебе не дали, а ты продолжаешь оставаться доброжелательный, открытый, довольный и удовлетворенный. В гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда немощен, говорит апостол Павел, тогда я силен. он какую-то логику новую для себя открыл, подобную той, которой исследовал Иисус Христос. Апостол говорит, когда я немощен, я силен. Я не знаю, переживали ли вы это, я переживал множество раз, когда я соглашаюсь в немощи остаться верным Богу, я чувствую, как приходит от Него какая-то новая сила, которая позволяет мне оставаться довольным, радостным, расположенным, приветливым, хотя тебя обидели. Если я соглашаюсь не обидеть взаимно, если я соглашаюсь потерпеть и благословить человека, вместо того, чтобы ответить взаимностью обидным каким-то словом, я ощущаю, как Бог дает какую-то новую силу, чтобы жить и радоваться. Я замечал это множество раз, когда в посту ты проходишь этот пост верно, с Господом, достигая этой цели, в смысле последнего дня поста, то в результате ты выходишь из этого поста и внутри тебя радость, и внутри тебя сила, чтобы жить для Господа и исполнять Его волю. Кому известны такие чувства? Спасибо, это правда. Я думаю, каждый человек, который постился, он может это подтвердить, что после поста ты чувствуешь внутри себя какую-то новую силу, какое-то новое знание, какое-то новое откровение, понимание какое-то новое, то, которого у тебя до этого не было, и по-человечески вряд ли бы ты это где-то приобрел, но это приходит от Бога, потому что пост это то, что угодно Ему, это то, что ожидает Он от нас, и это то, в чем Он делает нас сильными, не человеческой силой, а своей небесной. Следующее, что я хочу сказать, Бог начинает действовать, такое ощущение, что когда мы смиряемся перед Богом, у Него появляется возможность как-то особенно действовать в нашей жизни. Например, так было у одного царя по имени Иосафат. Написано, что после определенных событий, это 2-й Паралипоменон, 20-я глава, после определенных событий, вдруг пришли и донесли, со 2-го стиха, я читаю, «Иосафату говоря, что идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии и так далее, 3-й стих, и убоялся Иосафат и обратил лицо свое, чтобы взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее». По всей видимости, это было очень понятно для них, что когда ты не знаешь, что сделать, когда у тебя нет ответов человеческих, тебе нужно взыскать лицо Господа, потому что по-человечески сложно было представить, как защитить свое государство, как защитить свою семью, как избавиться от этих врагов, которые великим полчищем идут на эту Иудею и растопчут ее и разнесут в пух и прах. Но они знают, что если они увидят что-то от Господа, если они взыщут и увидят лицо Господа, то для него нет ничего невозможного. Если вы прочитаете дальше эту главу до конца, вы увидите, каким невероятным образом ответил Господь и разрушил все планы врагов этого народа и дал им победу. Последний, наверное, вопрос, который я хочу вам предложить. Каким должен быть пост? Мы поняли, что пост от Бога. Мы поняли, что он нам необходим. Теперь вопрос, каким он должен быть. И первое, что я хочу сказать, что он должен быть не для своих желаний. Знаете, есть языческое понимание в посту, а о посте. То есть я что-то сделаю и я за это что-то получу. И я увидел один пример очень интересный и наглядный этому. Третье царство, 21 глава. Речь идет о царе, которого звали Ахав и о его жене Иезавель. Кому знакомы эти имена? Да, спасибо. И вот однажды Ахав приходит домой к Иезавеле Иговой. Унылый такой, потерянный. Она говорит, что с тобой случилось? Говорит, да я так захотел виноградник, а вот этот вот Навуфей, ему принадлежит этот виноградник, он не хочет мне продать ни за какие деньги, я не знаю, что делать. Он такой классный этот виноградник. И Иезавель говорит, да ты чего, ты же царь. Вообще не переживай об этом, иди спи спокойно. В результате она от его имени, от имени царя пишет письма и рассылает начальником всем в этом народе. И вот, что она написала. 21 глава 3 царств с 9 стиха. В письмах она написала так. Объявите пост потрясающий. Нечестивая женщина с коварными планами, готовая убить всех подряд на своем пути. Мы знаем, что она убивала множество пророков. Мы знаем, что она ненавидела народ Божий и Бога. Первое, что она пишет, объявите пост. Как вам это нравится? И посадите на Вуфея на первое место в народе. И против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, ты хулил Бога и царя. А потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. Они так и сделали, и все так это произошло. Я когда читал, думаю, первое, какую силу имел пост. Что я имею в виду? Я имею в виду, что для всего народа было очевидно, что пост это что-то особенное. По всей видимости, пост пользовался очень большой популярностью среди народа, и люди понимали, что если в посту, значит, точно все правильно должно быть. И вот это понимание, этим пониманием решила воспользоваться Иезавель. Возможно, там эти начальники внутри рвались, возможно, они были просто разрушены этим сообщением, что нужно сделать, но при этом они понимали, все постятся, но молчат же. Но постятся, значит, это воля Божья. Мы, наверное, просто этого не понимаем. Иезавель использовала очень мощный рычаг для того, чтобы повернуть всех начальников против Бога, чтобы они убили невинного человека. Друзья мои, я замечаю, что иногда ту же логику дьявол предлагает нам. Допустим, нам что-то захотелось, и мы думаем, что если мы попастимся, то точно будет так, как нам хочется. Но пост, а он не для того, чтобы достичь нам какой-то цели. Пост, он для того, чтобы нам понять его цели. Как Библия говорит, что наши мысли, это не его мысли, наши пути, это не его пути. Его пути намного выше наших путей. Его мысли намного дальновиднее и глубже наших мыслей. Поэтому цель в посту не та, чтобы пропихнуть ему свои низкие мысли, свои ограниченные планы. Смысл поста в том, чтобы понять его величие. Смысл поста в том, чтобы доверить ему свои планы, чтобы исполнить его волю. Оказывается, пост можно использовать совершенно неправильно, если есть неправильное понимание. Так хочется, например, жениться и думаешь, вот я принесу Богу эту жертву, я попощусь, точно наш брак должен быть благословенный. Но не от поста берет начало благословенный брак, а совершенно от других вещей. Однажды есть множество примеров, которые вы можете увидеть в Библии на страницах Святого Писания, где Бог показывает значимость поста и все, что мы можем ожидать от поста. Но самое главное, что я хочу сказать сейчас, что пост это выражение нашего смирения перед Богом, а не средство, с помощью которого мы ожидаем получить что-то от Него. Точно так же, как водное крещение. Если нет посвящения Богу, то тогда нет смысла и в водном крещении, потому что водное крещение это то, в чем мы выражаем свое посвящение Богу. Если посвящения Богу нет, какой смысл купаться? Просто искупался и все. Точно так же и пост. Если нет вот этой цели смирить себя перед Богом и понять Его волю, то тогда Он теряет всякий смысл. Тогда это просто голодовка либо манипулирование, при помощи которого мы пытаемся заставить Бога что-то сделать в нашей жизни. Но настоящий пост это наше смирение перед Ним. Вы можете прочитать дома историю про этого же Ахава в этой же самой главе, когда они все это сделали с Иезавель, когда они убили на Буфея и после этого приходит Илья Пророк и выносит просто суровейший приговор и этому Ахаву и этой Иезавеле и все плохо. И он в поколении говорит и с тобой будет все плохо и псы там будут лизать кровь твою и все будет ужасно и с детьми твоими все будет ужасно. И написано, что выслушав все эти слова Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился и спал во вретище и ходил печально и было слово Господня к Ильи Фесвитянину и сказал Господь видишь, как смирился передо мною Ахав за то, что он смирился предо мною я не наведу зла бед в его дни. Посмотрите, как много значит для Бога наше смирение. Наш пост это выражение нашего смирения. Мы отказываемся от того, что нам нравится, от того, что привычно и мы ожидаем, что Господь придет на это смирение. Мы ожидаем, что Бог начнет говорить с нами. Мы ожидаем, что Бог осветит что-то сокрытое во мраке, то, что нам непонятно. Мы ожидаем, что Бог сверхъестественно придет и ответит на наши нужды так, как Он хочет, а не как мы бы даже ожидали. Мы призываем Бога в нашу жизнь во время этого поста, доверяем Ему каждую область нашей жизни и верим, что Он презрит на наше смирение и совершит. И Его воля, она благая, угодная и совершенная, она будет во благо для каждого из нас, кто согласился смириться в это время. Аминь. я предлагаю встать драгоценное, чтобы провести время в молитве, чтобы предоставить себя Богу, потому что это, с одной стороны, хорошо, когда мы делаем это вместе, я думаю, намного легче поститься. Не знаю, замечали вы это или нет, но я заметил уже не раз, что вместе поститься намного легче, вместе смиряться намного легче. Поэтому это здорово, что мы вместе соглашаемся в этом посте завтрашнего дня или сегодняшнего вечера, точнее, первые три дня, как вы уже слышали в объявлениях, предлагается, чтобы мы соединились в посту на воде, отказавшись от всякой пищи. Я понимаю, что кто-то проходит курс лечения, у кого-то со здоровьем так, что вы не можете этого сделать. То есть от каждого ожидается то, как вы можете это доброохотно перед Господом сделать. Написано, доброохотно дающего любит Бог. Поэтому каждый, кто может, пожалуйста, давайте соединимся в трехдневном посту в самом начале на воде, и потом мы войдем в пост Даниила и будем дальше поститься на овощах, фруктах и так далее. У кого что будет кроме мяса и всего подобного. Значит, перечень всех вот этих продуктов, которые мы принимаем и которые мы не принимаем во время поста, вы сможете у лидеров своих домашних групп, у пастырей очень легко узнать. Я думаю, мы в чат точно так же в наш молитвенный церковный выложим всю эту информацию, то есть это все будет доступно и мы сможем соединиться в этом. А сейчас давайте принесем Богу свои сердца. Интересно, что Бог распределил нашу жизнь на года. И вот мы с вами в начале нового года в нашей жизни. Он только начался. Мы еще не знаем, что будет впереди. Но мы приносим Богу наши сердца. Мы приносим Богу нашу жизнь. Мы приносим Бог тебе этот следующий очередной год, который ты подарил нам. Господи, и мы просим Тебя, ты совершай свою волю в этом году. Господи, мы просим Тебя, чтобы ты взял нас за руку, чтобы ты повел нас, Господь, через весь этот год. Мы открываем свои сердца для Тебя. Мы доверяем Тебе, Господи, наши семьи. Мы доверяем Тебе наших родственников. Ты знаешь, сколько мы уже говорили в их жизнь. Господи, мы зачастую не знаем, что еще можно сказать. Не знаем, как еще можно привлечь их к Тебе. Но мы доверяем Тебе, Бог всемогущий. Мы знаем, что если ты презришь на них, то воля Твоя откроется для них. Их сердца осветятся, и они увидят, Господь, Твою любовь и смогут ее принять. Мы молимся за наших родственников, и мы благословляем их, Господь всемогущий. Мы предоставляем Тебе наши сердца. Поведи нас, Господь. Мы отказываемся от наших удовольствий, мы отказываемся от привычного расписания, от привычных дел. Мы погружаемся в это время молитвы, смирения, поиска Тебя. Господи, мы соглашаемся вместе, чтобы взыскать лица Твоего, чтобы увидеть, Господь, ответы сверхъестественные. Мы просим войти в каждую нашу ситуацию, войти в каждую область нашей жизни, Бог, там, где мы не можем, а мы признаем, что без Тебя ничего не можем. Войди, Господь, открой наши глаза, помажь, Господь, наши глаза этой глазной мазью, после которой мы будем видеть, понимать волю Твою. И дай нам сил, Господь, укрепи нас, дай нам силы, которые с неба приходят, дай нам силы будущего века, которые укрепят нас и помогут нам поступать по слову Твоему. Господи, чтобы мы пошли не на поводу каких-то соблазнов, искушений, чтобы мы пошли не на поводу перспективы, которую предлагает этот мир, но чтобы, Господь, мы остались послушными Тебе во всем, что Ты откроешь нам, во всем, что Ты покажешь нам. Дай нам сил, Господь, чтобы поступить по воле Твоей. И мы увидим Твою славу, и мы увидим Твою победу, и мы увидим, как силы дьявола будут посрамлены, и мы увидим, Господь, как власть Твоя проявится, в нашей жизни, мы увидим, как небеса откроются, мы увидим, как Ты ответишь нам, Господь, на наши нужды, на наши вопросы. Спасибо Тебе, Отец, мы любим Тебя, мы доверяемся Тебе во время этого поста, мы благословляем этот год, мы благословляем это особенное время. Господи, даруй нам поддерживать друг друга, даруй нам мудрости во всем, даруй нам водительства Духа Твоего Святого в каждой ситуации, в каждой области нашей жизни. Мы благодарим Тебя, наш Бог, мы Тебе поклоняемся, мы на Тебя уповаем, Владыка неба и земли, Отец, и Сын, и Святой Дух. И весь народ доскажет Аминь.